Субтитры делал DimaTorzok И очередной раз, проходя и осматривая всю свою коллекцию, я невольно останавливаю свой взгляд на этом сорте Этот сорт Алексея Тарасова «Сказка» Он в последнее время у меня вызывает бурю различных эмоций, восхищения Ну, в общем, сложно описать, какие эмоции он мне вызывает Потому что у меня такое ощущение складывается, что он цветет бесконечно Вот месяц цветет, два цветет, три цветет, середина января сейчас сорт цветет То есть с лета Вот тут вот еще, пожалуйста, один экземпляр цветет Причем цветок стоит где-то в метре от окна Розетка совершенно от этого не страдает, ни цветение, ни розетка И продолжая наш разговор о длительности цветения Что я могу сказать Сортов сейчас очень большое множество И, конечно, нам бы всегда хотелось, чтобы именно наши фиалки цвели долго Чтобы мы любовались ими бесконечно И что же все-таки обеспечивает длительность цветения фиалки? На самом деле, длительность цветения фиалки зависит от сорта Ну, это довольно-таки банально, но это действительно так И поэтому, если вы хотите, чтобы ваши фиалки цвели долго Таким вариантом является, ну, помимо, конечно, ухода Это правильный выбор сорта Вот еще раз говорю Фиалок по цвету, по форме, по рисунку Бывает большое множество И селекционеры сейчас работают в совершенно различных направлениях И когда вы приобретаете фиалку Обязательно читайте ее описание Внимательно Я всех призываю уже неоднократно в своих видео Чтобы приобрести качественный цветок Вы должны внимательно подходить к выбору сорта Потому что есть сорта, которые купишь И как это было бы потом Не жалко Но приходится с ними расставаться Поскольку цветут они Очень бедно и неохотно Вы, наверное, часто задавались вопросом О том, как сделать Или что сделать Чтобы цветение фиалки было длительным И уверена, что, наверное, читали много статей По этому вопросу В частности, вот мне, например Встречались статьи и видео О том, что Цветение фиалки Может длиться 9-10 месяцев Непрерывно И Причем, если это не происходит В вашем случае То Виноваты Скорее всего, вы Поскольку вы Неправильно ухаживали Не туда посадили Не в ту землю Не в тот горшок Не так посветили Не так Полили, да? То есть, получается, что Все зависит только от вас Ну Сразу хотелось бы сказать, что Соблюдение агротехники При выращивании фиалки Конечно Никто не отменял Да, конечно Все это нужно Обязательно Но Тут необходимо Учитывать Особенности Специфические особенности Цветения Самого растения Самой фиалки То есть Фиалка Нам в идеале Должна обеспечить Букетное цветение Да? На всех фотографиях Мы видим красивое Букетное цветение Как же оно образуется То есть Фиалка Одновременно Выбрасывает Определенное количество Цветоносов Которые Образуют Букет Значит Это первый момент Количество цветоносов У фиалки Обеспечивает Объем Цветения Скажем так Да? Дальше Следующий момент Количество Цветов На цветоносе То есть Чем больше Цветов На цветоносе Тем Тоже будет Цветение Фиалки Более продолжительным Следующий момент Сколько Времени Держится Один цветок Фиалки Цветет Скажем так И от чего Это зависит То есть Получается Цветение Фиалок Определяется Тремя Скажем так Моментами То есть Количество Цветоносов Количество Бутонов На цветоносе И Длительностью Жизни Самого цветка Таким образом Само по себе Цветение Фиалки Получается Периодичным То есть Оно в отличие От стриптокарпусов Не наполняется Розетка Новыми цветоносами То есть Вот розетка Цвела И Цветение Прекращается Когда Процветут Все эти Цветоносы А вот То О чем я вам Сказала Да Вот эти все Характеристики Они напрямую Зависят От конкретного Сорта И при Соблюдении Агротехники Выращивания Они должны Обеспечить Вам Длительность Цветения Ну Вот В нашем Представлении Идеальный Сорт Это тот Сорт Который При Ваших Минимальных Затратах Должен Цвести Ну Нет Не минимальных Затратах А при Ваших Минимальных Усилиях С вашей стороны Должен Цвести То есть Вот И если Так Получается Что Фиалка Которую Вы Ну И получается Что Если фиалка Которую Вы приобрели Не Цветет Или Не видно От нее Явного Желания Что Она хочет Подцвести Букетно В данном Случае Это Говорит О том Что Скорее Всего Это Такой Сорт И Сколько Бы Вы Не Бились И Головой Об стену И Не думали Что Вы Делаете В данном Случае Что-то Не так Скорее Всего Это Все-таки Такой Сорт И Если Ценность Цветка Для вас В данном Случа Не имеет Значения То С такими Сортами Конечно Лучше Оставаться Чтобы Они Не занимали Ваше Время Не Ваше Пространство Вот Что Касается Описание Сортов Когда Вы Убираете Вы Читаете Описание Сортов Не Всегда Там Можно Увидеть Длительность Цветения Фиалки Потому Что Довольно Таки Сложно Не Все Задавались Этим Вопросом Отследить Сколько Данный Конкретный Сорт Цветет Можно Сказать Продолжительное Довольно Продолжительное Очень Продолжительное Такие Словосочетания Если Вы Например Покупаете Сорт И Там Нет Не Написано Продолжительность Цветения Фиалки То В данном Случае Вы Можете Либо Уточнить У коллекционера У которого Вы Приобретаете Фиалку Либо Это Видно По Определенным Признакам Но Это Уже Специалист Может Определить Да Каким То Признаком Которые Говорят О том Что Фиалка Должна Цвети Продолжительно Либо Все Таки Я Рекомендую Почитать Отзывы О сорте Которые Вы Приобретаете Ну Вообще Разговор Как правильно Выбрать Сорт Фиалки Не Ограничивается Длительностью Цветения Хотя Это Важный Момент И Поэтому Мы Обязательно В дальнейшем Следующих Видео Поговорим О том Как правильно Выбрать Сорт Фиалки Который Долго Быть Свел И Радовал Вас При Минимальных Каких-то Усилиях С вашей Стороны Все Таки Еще Пару Слов Мне Хотелось Сказать Об Этом Сорте Потому Что Было Бы Несправедливо По отношению К нему Не Сказать О нем Хороших Приятных И Похвальных Слов Поскольку Сорт У меня Стоит Сейчас Середина Января Месяца Стоит Без Подсветки В метре От окна Розетка Хорошая Аккуратненькая Компактная Небольшая Ничего Я никаких Танцев С бубнами Вокруг Этого сорта Не делаю То есть Обычный Стандартный Уход За фиалками Ничего Я Такого Сверх Естественного Не делаю Чтобы Он Цвел При этом Цветение Уже Сто Процентов Могу Сказать Длится Бесперерывно Шесть Месяцев То есть Это Уже О чем То Говорит Конечно Большую Роль В данном Случа Играет Наличие У фиалки Зеленого Пигмента Все-таки Он В значительной Мере Продлевает Цветение Любого Сорта Поэтому Если В фиалке Присутствует Зеленый Зеленая Рюша Ну Еще Какие-то Вкрапления Зеленого Цвета Это В первую Очередь Говорит О том Что Цветение Фиалки Должно Быть Продолжительным По сравнению С обычным Цветением Фиалки Вот В общем Очень Хороший Замечательный Сорт Итак Подведем Итоги Сегодняшнему Разговору О бесконечном В кавычках Конечно Цветение Фиалок Можно С полной Уверенностью Сказать Что Цветение Фиалки Может Быть Длительным В вашей Коллекции При Правильном Выборе Сорта Желаю Вам Пышного И длительного Цветения Подписывайтесь На мой Канал И До новых Интересных Встреч